Мастер и Маргарита В 1877 году Турция предъявила России «Ультиматум. Возврат Крыма, признание Грузии вассальным владением турецкого султана, признание за Турцией право досматривать российские суда в проливах Босфор и Дарданеллы». 12 апреля по старому стилю или 24 апреля по новому стилю, сразу после парада войск в Кишиневе, им был зачитан манифест государя императора Александра II об объявлении Турции войны. «Спецслужба России. Русско-турецкая война 1877-1878 годов». У меня сегодня в гостях исследователи разведки Иосиф Линдер и Сергей Чуркин. Иосиф Линдер – действительный член-корреспондент Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка. Руководитель Международной ассоциации по борьбе с терроризмом. Профессор, доктор юридических наук. Сергей Чуркин – выпускник Вологодского политехнического института и Академии государственной службы при президенте Российской Федерации. Специалист государственной службы в области национальной безопасности. Советник Международно-правового департамента федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. Эксперт Международной контртеррористической тренинговой ассоциации. Лауреат литературной премии имени Грибоедова. Мы уже разбирали, что ситуация в середине 19 века для России складывалась не совсем удачно с точки зрения геополитических позиций. Потому что поражение, ну, как мы говорили, поражение, которое общепринято считать поражением в так называемой Первой мировой войне, которую у нас принято называть Крымской, да, вот, смерть Николая и воцарение Александра совпали с очень сложными процессами на европейском континенте. То есть антироссийская коалиция со всех сторон пыталась, говорится, ущемить маломальски возможные права Российской империи. И, естественно, как, опять же, это указывалось в наших предыдущих передачах, российские спецслужбы, как военные, так и политические, старались сделать все, чтобы удержать и закрепить позиции, которые у них были к тому времени. И царствование Александра II было связано, так сказать, с комплексом внутригосударственных реформ, с комплексом реформ самых различных ведомств, министерств, появляются новые структуры, происходит реформирование старых, отживших административных подразделений, которые не могли эффективно выполнять свои функции. И появляется новая плеяда политических, военных, научных деятелей, которые вносят, так сказать, новую струю, и Россия выходит на новый уровень. Естественно, далеко не всем нашим закадычным друзьям и любимым противникам это нравится. Поэтому вторая половина XIX века, в периоде, так сказать, 60-70-х годов, носит так называемый диверсификационный характер, то есть когда часть рисков у нас нивелируется, но появляются новые угрозы, в том числе и внутренние, мы также о них говорили, и вернемся еще и в последующих передачах. Крымская война началась как русско-турецкая война. С февраля 1854 года Турция действовала в союзе с Великобританией, Францией, а также с Сардинским королевством. Русские войска заняли Молдавию и Валахию, одержали ряд побед на Кавказе, Черноморский флот уничтожил турецкий при Синопе. Но в 1854 году войска союзных Турции держав высадились в Крыму и нанесли ряд поражений российской армии, начали осаду Севастополя. Их флот блокировал Финский залив Балтийского моря. К 1855 году Россия оказалась в дипломатической изоляции, а после падения Севастополя военные действия фактически прекратились. Крымская война была завершена невыгодным для России Парижским мирным договором 1856 года. На геополитическом уровне возникает ситуация, когда Россия должна определенным способом не только показывать, но и доказывать, что она является великой державой, играет соответствующую роль в большой, как тогда было принято говорить, в европейской, трансконтинентальной политике, осуществляя свою экспансию не только в ближнем, но и в дальнем зарубежье. Поэтому, подходя к теме русско-турецкой войны, мы должны понимать, в каких условиях проводилась эта кампания, что происходило внутри, что происходило вовне. Ситуация середины 70-х годов 19 века для России складывалась, как я уже говорил, двояко. Где-то были очень сильные прорывы, то есть Александр II сделал определенный шаг по отношению к концу царствования своего отца, изменилось отношение, изменилось равновесие на европейском континенте, но появились новые внутренние угрозы, которые играли очень серьезную роль в сдерживании внутренних процессов. Я бы прежде сказал несколько слов о царствовании Александра II. Не случайно его называют «освободителем». Было за что, я думаю, Сергей Александрович расскажет. Но какие важные вещи происходили при Александре? Перевооружение армии. Появление броненосного флота, развитие промышленности, которое шло раньше, скажем так, не очень шибко. Было экстенсивно, при нем стало интенсивно. Строительство железнодорог. Которое начато было при отце, но при нем оно приобрело промышленный масштаб. Потом еще одна очень важная вещь, которую я бы назвал русской доктриной Монро. То есть когда Монро провозгласил, что Америка для американцев подразумевала и Латинскую Америку, в том числе, Николай I, можно сказать, провозгласил славянам славянские земли, подразумевая при этом, естественно, Турцию. Не детская была страна. Не детская была, да. То есть страна, которая фактически с 15 века занимала огромную территорию, вот эти 400 лет, но фактически доминирование на южных рубежах европейского континента, в свое время, так сказать, турецкие войска фактически дошли до Вены, вот, и занимая такую огромную территорию, имея огромную армию и очень мощный политический аппарат, вот. Естественно, к середине 19 века Турция представляла очень серьезное из себя государство с огромным влиянием, с прекрасным военным аппаратом, с прекрасным аппаратом подавления. Не надо забывать, что турецкие спецслужбы имели очень серьезные традиции, и, опять же, Турция была многонациональным государством, включаемые в ее состав народы занимали... И многоконфессиональным. И многоконфессиональным, да, тоже надо не забывать об этом, что веротерпимость была достаточно хорошо развита в Турции. Поэтому и огнепоклонники, и христиане, и различные направления ислама находили свое место и в той сложной иерархии, которая составляла, так сказать, внутреннюю структуру Турции. Поэтому это был очень серьезный противник, и, естественно, в возникновении ситуации, когда Россия не могла не вмешаться в данный конфликт, в Балканске, так сказать, в развязывание Балканского узла, естественно, представляло очень серьезную угрозу. Поэтому влияние итогов этой войны на последующее положение России на Европейском континенте также было очень большим. То есть это серьезная такая точка принятия решения. То есть чаша весов колебалась, если бы... Россия проиграла. Да, история не задалась. Да, могла она пойти совершенно другим путем. Давайте мы немножко так, чуть-чуть отклонимся от 1977 года и вернемся к 1956. Почему? Потому что вы правильно сказали, что началась реформа в том числе и вооруженных сил. А в составе вооруженных сил, как мы знаем, существует такое подразделение, как бы оно ни называлось, которое называется военная разведка. Так вот, после 1956 года структура военной разведки была примерно таковой. Значит, подчинялась, скажем так, или структурилась военная разведка в генеральном штабе. Вот, в главном штабе сначала. И в основном это были, естественно, офицеры-генштабисты, офицеры-генерал-квартирминистерской службы. А, скажем так, полевые агенты делились на две больших группы. Это, скажем так, гласные военные агенты, то есть то, что мы сейчас называем термином военный атташат, да. И негласные военные агенты – это офицеры, фиктивно выходящие в отставку, так и переходящие на работу в МИД, и работающие, сидящие под крышей, как правило, либо консулов, либо вице-консулов. Вот, собственно говоря, вот эти два вида военных агентов, то есть то, что мы сейчас называем словом военный разведчик, да. Вот, терминология агент сейчас немножко другой смысл имеет. Вот они-то и осуществляли, скажем так, поиск, добывание информации, ее анализ. Но в основном это, конечно, информация была военного плана. То есть это все сведения о вооруженных силах противника, о новых видах вооружений, о средствах связи, о дорогах и так далее, и так далее. Значит, параллельно с этим ведет разведку, политическая разведка, которая скрывается у нас в составе Министерства иностранных дел. Но надо отметить, что во времена Александра II военные разведчики являлись личной креатурой императора. То есть они являлись не представителями вооруженных сил, как сейчас, а личными представителями императора, при том или ином дворе. И вот примерно к 1865 году такие военные представители имелись в Берлине, Вене, Неаполе, Турине, Флоренции, Константинополе и Лондоне. В Париже. В Париже, да-да-да. Я пропустил просто, прошу прощения. Ну, а вот в военный период, когда начинались те или иные, подразумевались, начало тех или иных военных действий, значит, в дело вступали еще так называемые агенты-ходоки. Это могли быть как и офицеры, опять же, генштабисты, которые одевали на себя ту или иную личину, либо это были лица, привлекаемые к сотрудничеству российским генеральным штабом. Кроме того, военную разведку вели штабы военных округов, но их деятельность заключалась в основном в приграничных территориях. Тактическая разведка в приграничных территориях. Ну, а вот после 1863 года начинается реформа. Начинается реформа. И вот тогда создается главное управление генерального штаба, в составе которого появляются два очень важных подразделения. Это второй отдел и третье отделение. Второе – это азиатское, а третье – это так называемое военно-ученое отделение. Вот там-то как раз и сосредотачивается вся военная разведка России. Разница заключается только в том, что второе отделение начинает заниматься азиатскими странами, то есть начиная от Японии и до Персии. А второе военно-ученое занимается европейскими странами, ну и, соответственно, Турцией. После 1865 года проходит еще очередной этап военной реформы, в том числе реформы военной разведки, когда уже создается специальная канцелярия, уже военно-ученый комитет, не отделение, а канцелярия военно-ученого комитета. И вот там-то как раз в канцелярии военно-ученого комитета и сосредотачивается стратегическая военная разведка России. То есть это, скажем так, становится головной орган, то есть как бы восстановление той структуры, которая была у нас в 1812 году, а потом была, значит, после войны с Наполеоном благополучно разрушена, да, сейчас опять спираль. На новом этапе. Да, мы постоянно вот упираемся в один и тот же узел. То есть подъем, спад, подъем, спад. Создание, рестокурирование. Да, да, да. И вот к этому времени, значит, в 1867 году управляющим военно-ученым комитетом становится Николай Николаевич Обручев. Вот этот-то человек именно и является мозгом и главой военной разведки России. Это очень известный человек. И именно он является автором плана войны с Турцией. Против Турции. Блистательный человек, это именно, он написал знаменитый роман «Земля Санникова» и ряд еще различных произведений. То есть весьма одаренный человек, знающий несколько языков, блестящий генштабист. Просто высокообразованный человек. Просто высокообразованный человек. И вот с этого времени начинается усиленная работа русской военной разведки по, скажем так, Турецкому театру военных действий. В первую очередь это, конечно, Балкан. Здесь нужно отметить, что к тому времени, значит, в самой, в самом Константинополе разведку ведут две структуры. В первую очередь это, конечно, военный агент России в Турции. И второе, значит, это российские представители дипкорпуса графа Игнатий. Они, соответственно, занимаются внедрением агентуры и получением сведений о планах, намерениях, силах и средствах блистательной порты. Но Борис Юй Борисович уже сказал, что турецкая контрразведка в то время была и разведка были очень мощными, очень сильными структурами. Одновременно они пытаются противодействовать действиям российских спецслужб и, в свою очередь, стараются работать в атакующем стиле. В первую очередь, конечно, на Черноморском побережье Кавказа. То есть это работа с диаспорами сопредельных территорий. В этот же момент, примерно 1968 года, начинается строительство телеграфной линии из Индии в Европу, которая проходит как раз через территорию, в том числе и Закавказья. И под это строительство работает, естественно, и разведка наших заклятых друзей британцев. Надо отметить, что только в Сухуми жили граждан, я подчеркиваю, граждан Турции, жило порядка 200 человек. То есть агентура была как среди российских подданных, так и среди граждан Турции, которые весьма интенсивно использовались. И, как правило, большинство турецких купцов, которые работали на территории Российской империи, в той или иной мере были обязаны, подчеркиваю, были обязаны работать на те или иные спецслужбы турецкой стороны. Я могу чуть-чуть добавить, просто дело в том, что сама система организации внутренней политики строилась таким образом, что практически любой человек, выезжающий по торговым, деловым вопросам за пределы порты, фактически был гласным или негласным, вольным или невольным агентом. И вот этот принцип тотальности был очень хорошо воплощен в систему, так сказать, организации турецкой разведки и контрразведки. Поэтому вот этот тотальный принцип позволял из этих крупиц собирать очень большой объем информации. И здесь еще один момент. Очень активно турецкое правительство и турецкие специальные органы использовали свои связи на европейском континенте, и конкурентные отношения России, предположим, с Францией, с Великобританией, с теми же германскими королевствами. Потому что использование возможностей и подключение резидентур французской разведки, английской разведки, разведок, предположим, той же самой Австрийской империи, получение от них информации, передача части своей информации в обмен на другую более ценную информацию, позволяло Турции собирать огромный стратегический запас информационный, вот того информационного массива, да, который создавал ту информационную оперативную подушку, на которой строилась, так сказать, военная турецкая концепция. Тут надо сказать еще одну вещь, на мой взгляд, очень важную. Это правильность выбора момента. Моменту, конечно. Потому что, если, допустим, в период правления Николая I совершенно очевидно, была невозможность раздробления Турции, то здесь сложилась достаточно благоприятная ситуация. За счет внутренних конфликтов. Да. И фактически это был, как принято выражаться, гигант на глиняных ногах. Она вроде бы еще большая и мощная. Но уже пошли деструктивные процессы внутренние. Да. И в первую очередь на Балкан. На Балкан. Но здесь надо еще учесть, что, вот то, что Сергей Александрович, так сказать, правильно заметил, Обручев, будучи человеком очень гуманитарно образованным, причем в самых разных областях, естественно, имея столь же образованных и профессиональных помощников, получил, соответственно, очень важную информацию. Ведь большинство славянских народностей, которые находились под турецким иглом в тот период, при всем своем свободолюбии, были достаточно слабо организованы. Потому что вот эти вот отдельные восстания, периодически, которые вспыхивали и очень жестоко... Да, мы сейчас скажем. Да, подавлялись, так сказать, турецкими военными властями. Причем зачастую в подавлении участвовали представители тех же самых славянских народностей, которые находились под, значит, турецкой опекой. Они не могли составить очень серьезного военного противодействия, так сказать, мощной турецкой машине. Хотя сумма вот этих вот антагонистических процессов уже подходила к некой критической массе. Да, и ситуация, я не хочу сказать, она была близка к равновесной, да, но уже приближалась к ней. Потому что очень неприятная информация. Обычно у нас принято считать как, что вот освободительное движение нарастало в славянских государствах, и нужен был последний, вот последний капля, который переполняет стакан, и вот весь этот поток за счет русских штыков как бы выливался на поверхность. Ничего подобного. Одно дело свободолюбие, другое дело отсутствие должного военного, оперативного аппарата и должной массы вооруженных людей, которые бы могли своими силами себя освободить. Ни в Болгарии, ни в Сербии, ни в Хорватии, ни в других, ни в Черногории, этого не было. Объем людей был настолько мал, и большинство было так задавлено, что будучи, так сказать, даже патриотами, они боялись поднять голову. Но потом их надо было еще вооружить, материально обеспечить. Их надо было прежде всего замотивировать, потому что даже будучи, когда вот мы перейдем к этому разделу войны, мы будем говорить, что даже при наличии, так сказать, поддержки русских штыков, вот, многие оставались пассивными крестьянами, и они дальше околятся своего села, не хотели уходить. Вот я хочу здесь сразу добавить, вот Иосиф Борисович правильно сказал, что Обручев и его люди, вот одним как раз из таких людей, и был военный агент России в Константинополе, Виктор Антонович Франкин. Он на этой должности, причем с 1957 по 1970 год он находился, он вырос в должности со штабс-капитана до полковника, естественно, генштабист. Дело в том, что должности военных разведчиков могли занимать только офицеры, окончившиеся академию генерального штаба и составляющие вот тот самый корпус генштабиста. По первому разряду. Да, это первый разряд, это люди, которые входили в максимально, так сказать, высокой, элитарное, так сказать, сословие. Ну, Франкин вообще личность легендарная. Легендарная, да. И вот он-то и сообщает о том в Петербург, что не так хороши дела, вот о том, что сказал Иосиф Вырисович, не так хороши дела на славянских территориях. Вот как раз речь идет об этой раздробленности. Ведь если мы вспомним, потом перейдем, грубо говоря, несколько лет вперед, к 912 году, вот к балканским войнам, где славяне с большим удовольствием лупят друг друга. Да, ну, собственно говоря, это было начало Первой мировой войны. Вот поэтому-то это первый важнейший вопрос, который мы должны понимать, вот говоря о, скажем, ситуации с больным человеком, который тогда начали называть Турцию, кстати, в европейских странах, а отнюдь не в России. А в Лондоне и Париже, и в первую очередь, конечно, в Вене, которая первой стремится на Балкан и туда залезть, да? Отхватить кусочек, так сказать. Все думают о том, как отхватить. А как отхватить? Вроде бы самим воевать тоже, как-то не совсем с руки, да. И вообще вот эта вот политика, и, скажем так, французская, и в первую очередь, конечно, британская и венская, это загребать жар чужими руками. Вот Германия еще только-только поднимает голову. Там между Германией и Австрией свои, как говорится, идут очень серьезные антиагонистические процессы. В Турции проблемы с Египтом и так далее, то есть с арабским миром. Ну да. Хотя независимо от того, что они мусульмане. И вот о всем об этом... А в Египте уже англичане готовятся отгрызть. Конечно, конечно. И вот Франкини сообщает о всех этих делах. Естественно, параллельно сообщает о всех этих делах Николай Павлович Игнатьев. То есть информация в Петербург идет потоком. Но, если мы возьмем, предположим, предыдущую войну, то есть как бы через войну, войну 28-29 годов, когда Российскую военную разведку на Балканах возглавлял Иван Петрович Лепранди, мы о нем уже говорили, там была ситуация более, скажем так, с военной разведкой более интересная. Потому что агентурный аппарат был создан за два года предварительно. А здесь, когда мы подходим к ситуации 75-76 годов, почему? Значит, 74-75-76 год, это первое, это восстание на Балканах, это объявление войны Сербии и Черногории, Турции, естественно, и там, и там, и там поражение, разгром, карательные операции, значит, и так далее, и так далее, и так далее, то есть, все это гасится. И вот к концу 76-го года, к ноябрю месяцу, когда начинает, государь объявляет мобилизацию и, по сути дела, о формировании действующей армии, мы оказываемся в ситуации, когда на самих Балканах мы не имеем агентурного аппарата. Агентурный аппарат, конечно, есть, но он не тот агентурный аппарат, который должен иметь при начале активных военных действий, массированных. Потому что тот агентурный аппарат, о котором Сергей Александрович сказал, как по политической линии, так и по военной линии, это так называемый аппарат нелегального резидентура, который занимается информационно-экономической работой. Они собирают крупицы информации, более весомые миниусы. В столице, да. Более весомые миниусы. А вот при начале военных действий нужно иметь достаточно развернутую агентурную сеть на территории. Ну да, в реальном времени. Да. В реальном времени или максимально близко к реальному времени передавать информацию о передвижении войск, о мобилизации, о наличии тех или иных войсковых подразделений. Укреплений. О наличии характера укреплений, о подъездных путях, о местах, так сказать, складирования, о возможных местах расположения крупных, так сказать, батарей и так далее. Тут еще один аспект, который мы пока не затрагивали, но он немаловажен. Это сравнительные характеристики вооружения русской и турецкой армии. Это отдельная тема. Да, это отдельная тема. И связана она, конечно, к сожалению, к нашей беде. Опять мы возвращаемся к технической отсталости России. То, о чем мы говорили в предыдущих передачах. Почему? Потому что, к сожалению, ведь любая вещь, любое снаряжение, вооружение, поступающее на вооружение той или иной армии, зависит в первую очередь от материально-технической базы, производственной базы государства. А, как мы прекрасно понимаем, 1961 год, только освобождение крестьян. По сути дела, промышленность находится по сравнению с промышленностью европейских стран в более зачаточном состоянии. Ну, а о вооружении, в первую очередь, конечно, вооружении сухопутных войск, то есть в первую очередь стрелковом и артиллерийском вооружении, мы говорить можем только, к сожалению, в таких нескольких уничижительных тонах. Если мы возьмем... Вы не чистите оружие толченым кирпичом. Кирпичом, да. Ведь на вооружении русской армии к 1977... В 1877 году, я прошу прощения, значит, находится несколько систем стрелкового оружия. То есть нет единой унификации. Значит, в первую очередь, наиболее передовым образцом тогда является, значит, винтовка Бердана номер два, которая имеет продольно скользящий затвор, металлический патрон. Но этой винтовкой вооружены только гренадеры и гвардия. То есть количество очень маленькое. Количество очень маленькое. Значит, 200 с лишним всего лишь единиц. Причем надо сказать, что и гвардия, и гренадеры к началу войны находятся в Санкт-Петербурге и в Москве. То есть они не находятся на театре боевых действий и в состав действующей армии не входят. В состав действующей армии входят только пять обычных стрелковых корпусов, которые вооружены совсем другим оружием. Значит, в первую очередь, это винтовка Бердана номер один. Вот, тоже, конечно, более передовая, чем другие образцы, но она находится на вооружении только стрелковых бригад. И больше никого. Основная масса войск вооружена винтовкой КРНК. Вот, это чехословацкий оружейник, значит, с откидным затвором. Вот. И еще часть войск, в первую очередь, это на Кавказе, вооружена переделанной винтовкой Корле под бумажный патрон. То есть вот мы видим, как минимум, значит, у нас на вооружении четыре образца. Соответственно, это совершенно разные типы боеприпасов. Это совершенно разные технические характеристики по дальности, скорострельности, кучности и так далее. Надежности и так далее. Да. Соответственно, встается вопрос, который мало кто затрагивает. Это вопрос снабжения боеприпасов. То есть вопрос логистики. Что привезти, куда привезти, в каком количестве привезти. Да, все предпосылки для бардака. Да. Какую тактику того или иного подразделения, вооруженного тем или иным оружием, культивировать? То есть система подготовки. Больше того, значит, российский высший генералитет начинает исповедовать тактику страха перед стрелковым оружием. Страх это заключается в чем? Рассуждают примерно так. Если дать обычной пехоте более-менее приличное оружие, то она не пойдет в штыковую атаку, начнет перестреливаться с противником. С этой целью характеристики оружия искусственно ухудшают. То есть если оружие может стрелять, та же самая, даже винтовка Бердана номер 2 может стрелять на 4000 шагов, прицел нарезается на 1500. Значит, и соответственно, любое другое стрелковое оружие, как правило, имеет прицел, нарезанный в два раза меньше, чем это оружие может реально выдавать. Выдавать по техническим характеристикам. И представляете, ведь как раз именно стрелковое оружие, то, которое предназначено для максимального поражения противника на максимально возможной дистанции заранее ухудшается. Это так называемое культивирование ложных доктрин. То есть появление ложной доктрины, которая требует сближения штыкового боя, которая считается как бы по псевдопредставлению генералитета того времени, каноном, да, и высшей формой. Потому что когда сидящие в генштабе генералы были сами поручиками, они все ходили в штыковое, или дрались на короткой дистанции, на саблях. Изменилось, прошло 50 лет, и они остались в плену, так сказать, вот тех самых Николаевских военных конфликтов. Турецкая армия закупает достаточно в больших количествах западное, более совершенное оружие. Опять же, с помощью как своих офицеров, не надо забывать, что не только военные специалисты Запада учили турецкую армию, но и внутри турецкой армии были свои высокополуподготовленные специалисты. Идет перевооружение, тактическое перевооружение, техническое и тактическое перевооружение подразделений, потому что сразу техническая инновация заставляет использовать другую тактику. А в русской армии, так сказать, остается все по старинке. Я хочу еще добавить, значит, еще один момент. Значит, мы забыли о такой вещи, как флот. Флот. Так вот, флот вооружен, российский флот, я имею в виду, вооружен винтовкой конструкции Баранова. Это пятый образец. Это пятый образец, да. Получается. Значит, в турецкой армии всего три образца. Три образца, да. Значит, в основная масса вооружена, конечно, это винтовкой Пибани и Мартини американской, но тоже с откидным затвором, да. Часть армии, наименее подготовленные подразделения, вооружены также передельными винтовками под бумажные патроны, то есть несколько систем там, но незначительно. Но самое главное, элитные подразделения турецкой армии вооружены 15-ти зарядной винтовкой Генри Винчестера. Да. То есть скорострельность, объем боеприпасов, тактика совершенно. 14-й патронов в магазине, 14-й в приемнике, 15-й в стволе. То есть вот эти кавалерийские или разведывательно-диверсионные подразделения могут обрушить в течение 2-3 минут просто лавину огня на противниках. Практически предшественники автоматических винтовок. Ну, а потом, опять же, давайте вспомним, что в это время в Соединенных Штатах уже были револьверы Кольта, револьвера Смитт Вессона и такая затейливая машина, как пулемет Гатлинга. Пулемет Гатлинга – многоствольное скорострельное стрелковое оружие – один из первых образцов пулемета. Запатентованно доктором Ричардом Гатлингом в 1862 году в США. Конструкция пулемета позволяла вести непрерывный огонь за счет использования законов гравитации. Скорострельность орудия достигала от 400 до 3000 выстрелов в минуту. Поэтому мы получаем ситуацию, при которой система вооружения турецкой армии была более логистической, выверенной, чем система вооружения российской армии. И в турецкой армии было меньше влияния вот этих так называемых ложных доктрин. Потому что противодействие и конфликты между сотрудниками специальных служб и высшим военным руководством, они потом сказались и на театре военных действий. Здесь ведь впервые, пожалуй, и выходит на первый план тот самый Круп. Вот именно тогда германская военная промышленность начинает завоевывать наиболее мощные места среди мировых торговцев оружия. Вот эти поставки знаменитых стальных пушек Крупа в турецкую армию. Они, конечно, очень здорово содействовали обороне, турецкой обороне и на Балканском театре военных действий, и на Кавказском театре военных действий. Казнозарядные пушки. В том-то и дело, казнозарядные, скорострельные и, самое главное, очень прочные по стволам орудия. Ведь дело в том, что одним из недостатков артиллерии того времени было, что ее нужно было очень часто охлаждать, потому что качество стволов еще... Отставало от качества используемых порохов и мощности, которая создавалась при прохождении снаряда через ствол. А Круп как раз добился того, путем изготовления вот этих вот стволов, тогда они стали уже делать и составные стволы, в том числе, значит, ленированного типа, да, что артиллерийское орудие немецкого производства могло делать, мало того, что оно могло делать примерно в полтора-два раза больше выстрелов, чем пушка, изготовленная российскими мастерами, но оно могло и стрелять по времени и дольше. Дольше. И меньше требовало охлаждения. То есть прочность, эластика ствола создавала, так сказать, более удобный, более гармоничные условия для, значит, массированного использования артиллерии. И наша разведка это тоже докладывает. О том, что турецкая армия вооружается соответствующими образцами. Но, вот как сказал Иосиф Борисович, вот этот вот генералитет времен Очакова и покорения Крыма, тот, который исповедует вот именно доктрину штыкового удара и доктрину именно вот ближнего боя, он превалирует. Он превалирует. И поэтому вот эти две ошибки, допущенные при подготовке к войне, первое, это, значит, недостаток агентуры на театре военных действий, и второе, это недостаточно современное по тем требованиям оружие, если бы была хотя бы вся армия, допустим, хотя бы даже берданками вооружена, да, это уже бы был колоссальный плюс. То есть было бы единообразие. Да, и было бы единообразие. И третье, конечно, это Россия имела один очень интересный плюс, которого не было у Турции. Перед войной нашим офицерам, опять же, генштабистам, и в первую очередь это офицерам-гедезистам во главе с Артемиевым, удалось сделать блестящую съемку Балканского театра. То есть получить по тем временам весьма совершенные и весьма точные карты театра военных действий. Вот это является заслугой российской военной разведки. То есть картографическое управление сняло потенциальные театры военных действий и максимально точно для техники того времени смогло предоставить эти карты для будущих планов генерального штаба. И Австрия, и Германия, и Франция, и Великобритания имели свои интересы, и каждый хотел как бы усиление своего государства за счет соседей. Загрести, как уже Сергей Александрович сказал, жар чужими руками, увеличить свою территорию, получить политические дивиденды, как можно больше продать, заработать дополнительные деньги, а в бой пустить, так сказать, не своих, а чужих. Так вот, России для того, чтобы поднять организованное восстание на территории славянских государств, необходимо было там создать специальную диверсионно-оперативную сеть, которая в условиях жесткого контроля со стороны турецкой контрразведки могла проводить эту линию. Это тоже очень сложный вопрос. И началось это все только лишь в декабре 1876 года. То есть через месяц после объявления о мобилизации, а не за пять лет до ее объявления. И вот, конечно, здесь нужно отметить роль, опять же, вот все провалы высшего военно-политического руководства у нас компенсируют люди на местах. И вот одним из таких людей это был полковник, опять же, генштаба Петр Дмитриевич Паренцев, который впоследствии, кстати, стал первым военным министром Болгарии. И именно этот человек в период с декабря по март 1777 года сумел сделать то, что не смогли сделать те, кому это было положено по должности за несколько лет до этого. Он сумел, естественно, под прикрытием, значит, под легендой, проехать ряд населенных пунктов в Болгарии. Естественно, все это работалось через Румынию. Сумел привлечь на свою сторону несколько выдающихся помощников, подчеркиваю, не агентов этих людей. Ни в коем случае нельзя называть агентами вот в том тупом понимании. Это не завербованные, это именно помощники. Да, это именно помощники. В первую очередь, конечно, нужно сказать, что это Евлогий Георгиев, его брат Христа, это известнейший банкир и хлеботорговец. Потом это купец Григорий Ночевич, которые являлись кристаллами вот той самой агентурной сети, и от которых уже потом лучи информационные и лучи повстанческие расходились по Болгарии. Здесь, конечно, надо отдать должное Паренцеву. Он сумел убедить Верховное командование принять одно очень важное решение. В чем смысл? Значит, до начала 1977 года считалось, что все силы, которые может противоставить порта на Балканском театре, исчисляется примерно 200 тысячами человек, из которых непосредственно в бой против российских войск пойдет 80 тысяч. Поэтому считалось, что для разгрома турецких войск вполне будет достаточно всего лишь пяти армейских корпусов. Но оказалось, путем сбора информации уже самой, как правильно сказал Иосиф Ильич, в масштабе реального времени, что минимум будет противоставить минимум 300 тысяч, значит, группировка, из которых против русских войск в боевых порядках будет развернуто не менее 200 тысяч. Значит, сразу встал вопрос о усилении группировки. Так, сразу же встал вопрос, первый вопрос – это форсирование Дуная. И вот тогда русская тактическая разведка, в первую очередь, конечно, вот здесь надо сказать о роли 7-го пластунского батальона, то есть кубанского. они определяют места высадки. Ведь самое главное… Наиболее слабые места. Да, наведение переправ там, где противник не ждет, и наоборот, сосредоточение сил противника там, где мы высаживаться не будем, но противнику покажет, что высадимся. То есть здесь сунь-дзы, заветы, если ты близко, покажи, что ты далеко, если ты далеко, покажи, что ты близко. Война – это путь обмана. И вот здесь, скажем, вот этот вот этап путем невероятного напряжения сил, вот этот вот подготовительный этап до объявления войны, до 12-го апреля 77-го года, был отчасти компенсирован. Вот эта вот недоработка довоенно немного была компенсирована. Мы сумели получить данные по ряду крепостей, по, значит, сосредоточению войск в полевых лагерях, по путям, маршрутам выдвижения, по замыслу турецкого верховного командования. Возможные тактические ходы противника. И вот примерно здесь уже чуть-чуть подровняв свои информационные возможности с реальным состоянием сил противника, мы и вступили вот в уже в открытую фазу войны. Войны, да. Здесь, конечно, очень большая беда русской армии, то, что главнокомандующими и на Балканском театре, и на Кавказском театре были назначены совершенно не те люди. Это были два брата императора. Если на Балканах это был Николай Николаевич Старший, то на Кавказе был Михаил Николаевич. Их военные таланты, к сожалению, были далеки от... И еще один момент очень немаловажный. По крайней мере, командующий на Балканском театре военных действий был человек достаточно амбициозный, ну, в достаточно серьезной мере скандальный, вот, который строил отношения со своими подчиненными, так сказать, как было принято при дворцовых интригах, а не как было принято, так сказать, в нормальной военной структуре. И это, естественно, создавало дополнительную нервозность. То есть ставка главнокомандующего на Балканах превратилась в филиал, значит, малого двора, вот на определенном этапе. Ну, тут стоит вспомнить о том, что сам император находился во втором эшелоне поиска. А цесаревич Александр, будучи Александр Третий, тягал на своей спине пушки по горам. По горам, да. Было такое дело. Да, но дело в том, что, понимаете, вот этот показатель, когда там цесаревич, значит, используя свои физические возможности, таскает пушки, это, конечно, положительный фактор. Но с точки зрения стратегии и создания соответствующего климата, когда брат императора создает нервозную обстановку и прилюдно унижает генералов, которые, так сказать, высказывают мнение, не согласуемое с представлением, так сказать, брата императора, и за это получают не как бы рабочую дискуссию, которая должна определить последующие тактические, стратегические действия, а просто разнос, и они не могут дискутировать с человеком, стоящим в императорской иерархии намного выше их. Да? Вот, под страхом, значит, разжалования или удаления из армии, или, так сказать, отправки в отставку, или попадания в опалу. Вот это, конечно, создавало очень неприятные ощущения, и многие военачальники, так сказать, в своих там полевых дневниках, заметках, воспоминаниях, мемуарах, потом прямо или вскользь на это указывали. Первый этап войны России с Турцией 1877-1878 годов складывался для русских не особенно удачно. После форсирования русскими Дуная сил перевалить через Балканский хребет не хватило. Уже занятый Шипкинский перевал пришлось оставить под воздействием войск Сулеймана Паши. Летом 1877 года корпус другого турецкого военачальника Османа Паши дважды отбивал атаки русских на Плевну, после чего на Балканах русские перешли к обороне. Один из крупнейших провалов – это то, что практически сразу после начала войны у нас на нашем Черноморском побережье броненосцы турецкого флота высаживают мощнейшие десанты. До 3000 человек. Естественно, это не турецкие солдаты. Там присутствуют турецкие офицеры спецслужб, присутствуют армейские турецкие офицеры, но в основном это выходцы из Российской империи, те, которые ушли в порту на сторону Турок в результате предыдущих всевозможных восстаний, о которых мы ранее говорили. И ведь вот этот десант просуществовал на Черноморском побережье, извините меня, грубо говоря, от Гудауты до Чемчиры, местная территория была захвачена, до августа месяца. То есть какие силы и средства были... Это не один-два дня. Да. Какие силы и средства... С мая по август месяц. Значит, какие силы и средства русской армии были вынуждены отвлекаться на подавление этого десанта. Так, чтобы локализовать и сбросить его. Да. Ведь даже при отсутствии, собственно говоря, флота нашего на Черном море, если бы мы имели упреждающую информацию, на основании этой информации мы сосредоточили силы и средства, то сбросить десант при высадке гораздо проще, нежели потом отлавливать отдельные отряды и когда он... Конечно. Да. А потом нужно же еще учить, что использовалось и отношение части местного населения, которое было подготовлено. И нужно опять же отдать должное турецким службам, которые заранее проводили соответствующую подготовку. Работу, конечно. Четыре месяца продержался этот десант. С какое количество сил и средств было отвлечено? В первую очередь с Кавказского театра. С Кавказского театра. Ведь ведь вот эта самая оборона боязи, это героическая, о которой много говорится, а по сути дела бездарность русского командования, ведь послучилось. Почему? Именно в том числе и десант отвлек. Потому что русские силы были раскиданы, раздроблены, распылены. И даже несмотря на то, что Тергукасов сам по себе был военачальник достаточно талантливый и действовал он достаточно решительно, но вот это вот многообразие факторов, то есть надо и Эрзерум, надо и Карс, надо и Эрдоган, надо и Батун, надо, а тут еще в тылу восстание и отрезанный этот самый боязет, значит, вот и все вот это вот как раз и с одной стороны и затянуло войну, с другой стороны и раздробило силы и средства. И мы понесли совершенно бессмысленные потери во многих местах. Вот. А на Балканском театре происходит, что трагедия первой и второй плевны. Это ошибка. Это, опять же, недооценка сил и средств турецких войск. Турецких войск, конечно. И, значит, вот эти шапкозакидательские настроения, ведь почему, кстати, не разворачивали вот эту партизанскую войну и сеть? Считалось, что мы всю войну закончим за три недели. Да. Тогда зачем тратить деньги на лазутчиков, на подготовку сети, на еще какие-то мероприятия, на закупку вооружения и так далее? А потом что делать? Бояли же еще чего? Что мы создадим повстанческую армию. И что? Повстанческая армия, которая будет выступать против султана, потом повернет штыки и будет выступать против императора-освободителя. Мы же монархисты по идеологии. Да. И как же мы, значит, представители монархической стороны? Да, мы воюем с Турцией, но мы совершенно не против императорской власти. То есть мы системы монархического правления. А создание повстанческого движения – это, по сути дела, подталкивание к антимонархическим настроениям. Тем более греческие настроения, республиканские, они сильны на Балканах? Сильны были, да. Ну да. Ну, если вспомнить и того же Пушкина, и Байрона, ведь в те времена было, ну, и позже, очень модно было ехать добровольцем, участвовать на стороне повстанцев, либо из России, либо из Англии. И достаточно много людей как бы таким образом занимались военным туризмом. Военным туризмом, да. То, что делала военная агентура, и зачастую, так сказать, многие вещи делались без ведома соответствующих начальников, естественно, там император, либо там ряд других ведущих деятелей ставился в известной части, касающейся, да, но далеко не во всем. Поэтому очень многие вещи делались на свой страх и риск. Ну, Скобелев вообще был, что называется, самодеятельный. Самодеятельный, да. Так там и победили-то только те, кто занимался самодеятельностью. Это Гуркора, детский Скобелев. Скобелев, да. Причем это люди, которые действовали именно вопреки общепринятой доктрине, всегда шли на перекур. Потому что, опять же, вот то, о чем сказал Сергей Александрович, первый этап войны, который привел к абсолютно неоправданным жертвам. К фатальным, да, катастрофическим. То есть, ты здесь на осень 77-го года. Катастрофическим потерям. Вот. Извините, как принято говорить в той же Японии, полной потери лица. Когда император, так сказать, получил, так сказать, серию таких моральных пощечин, да, что был вынужден перейти из второго эшелона в первый, как бы фактически сам взять под контроль, да, и, опять же, учитывая, так сказать, его возраст и тогдашнее состояние, когда, извините, половина армии страдала кровавым поносом, и многие люди... И боевые потери были больше, чем боевые. И боевые потери, да, зачастую, так сказать, превышали боевые кратно. И, извините, так сказать, совещания прерывались, потому что императоры и ряд высших военачальников должны были, извините, принимать медицинские процедуры, вот, и врачи не знали, так сказать, чем все кончится, и проснется ли завтра император от, извините, кишечных колик или от кровопотери после этого кровавого поноса, значит, уже стареющий император просто не проснется завтра, да, и умрет. Что мы будем делать? То есть ситуация была действительно катастрофическая. Более того, ведь Николай Николаевич впал в панику. После второй плевны шла речь об отводе войск и о заключении мира с Турцией. С Турцией, да. Но тут надо сделать пояснение, что такое вторая плевна для зрителей. Ну, это дело в том, что это второе наступление на плевну, и там о сути заключалось в чем? Когда русские разведчики, в том числе тот же самый Паренцев, сообщил о тех силах и средствах, которые движутся с турецкой стороны в сторону плевны, то эти настроения, то есть эти сведения не были приняты, и, по сути дела, русские войска попали в засаду. Ну, прежде всего, вначале над Паренцевым посмеялись, его унизили, очень серьезно оскорбили, вплоть до того, что ряд людей обозвали его чуть ли не трусом и паникером. А потом, когда ситуация подтвердилась, было уже поздно. — Ведь вот один из известных фильмов последних про турецкую войну художественную... — Турецкие гамбиты? — Да-да-да-да. Ведь вот там как раз, ну, там много, конечно, сказок всевозможных, но вот эта история с артиллерийской засадой, она показана достаточно правдоподобно, потому что... — Расстрел на марше — это был очень грамотный... — Ну да, тактический... — И таких артиллерийских засад было не одна? — Не одна. То есть это говорит о том, что, во-первых, турецкие структуры очень активно использовали свою агентуру. И она работала, и информация этой агентуры воспринималась. Ведь, опять же, нужно учесть, что точность оружия того времени была не сегодняшняя. Это не ракета, которую можно наводить с точностью, так сказать, до одного метра, да, или там до десятков сантиметров. Надо было накрывать очень большие площади. А когда армия наиболее беззащитна? Когда она находится на марше? — Компактно. — Ну да, коробками. — Коробками. И дает передвижение, передвижение со скоростью шага. Это 3,5-4 километра в час. — Идеальная мишень. — Идеальная мишень. Наличие, так сказать, возвышения, 3-4, так сказать, мощные батареи, которые накрывают соответствующий квадрат. И даже при возникновении паники или рассредоточения это уже поздно, потому что залп десятков или сотен орудий, да, вот, создает достаточную плотность. И после массовых потерь возникает паника и полная деморализация личного состава. По крайней мере, на несколько дней или недель. — Ведь на той же даже ошибке, ведь в Орлином Гвензете и Брянцы, и Орловцы, ведь вынуждены были отбиваться камнями, бревнами, чем угодно, патронов не было. И если бы не 4-я стрелковая бригада, которая форсированным маршем, просто совершив подвиг, подошла, то мы бы и ошибку не взяли. — И ошибку бы не взяли. То есть мы бы потеряли несколько опорных пунктов, а это опять недооценка сил и средств турецкой армии. Да мы этих турок, да мы их сейчас шапками закидаем. Вот эти шапкозакидательские настроения, к сожалению, царили в русском штабе, в полевом штабе действующей армии. К сожалению, до конца лета 77-го года и только в конце лета было принято решение поднять по тревоге гвардейские, гренадерские корпуса, вооруженные наиболее современным оружием, перебросить их на Балканский театр военных действий. Хотя с помощью тех же самых болгар было известно, что есть перевалы, по которым можно не только пройти, но и провести обозы и артиллерию. Что потом, собственно говоря, с Кобелевым и Бургой было сделано. То есть когда мы вошли уже через главные перевалы, то есть турки обалдели. Совершенно другая. То есть ситуация совершенно изменилась. Во времена правления Николая I у него, как вы помните, наверное, был советник француз Жемини, который разработал шесть принципов ведения войны, которые надо было соблюдать неукоснительно. И после того, как очередная кампания была выиграна, Николай I спросил у Жемини, ну что, наша армия следовала вашим тезисам? Нет, сказал Жемини, все они были нарушены. Ну почему мы тогда победили? Дело в том, что турки нарушили еще 20, которые я не написал. Война завершилась тем, что путь на Стамбул был фактически открыт. И только политическая боязнь не дала русским войскам войти в Константинополь. Остановившись в предместе Константинополя, русская армия имела возможность овладеть городом штурмом. Однако по донесению русской разведки, в случае атаки на Константинополь, ведущие европейские державы готовы были атаковать Россию. Для русской армии, уже ослабленной в боях с Турцией, это могло закончиться катастрофой. Поэтому было принято решение штурм Константинополя не предпринимать. Русско-турецкую войну завершил Сан-Стефанский мирный договор. Болгария, Босния и Герцеговина получали автономию. Сербия, Черногория и Румыния – независимость. К России отходили Южная Бессарабия и крепости Ордоган, Карц, Батум и Байзет. Военная угроза со стороны Турции для России была снята. На этом мы, к сожалению, должны закончить нашу сегодняшнюю беседу. А с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся через неделю, чтобы продолжить наше путешествие вглубь истории. Всего доброго. Смотрите нас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова